Сегодня в Нижневартовске стартовало заседание Координационного совета представительных органов местного самоуправления городов и районов Югры. Одной из главных тем встречи станет благоустройство и формирование комфортной городской среды, которому сегодня особое внимание. Накануне встречи одной из имиджевых локаций города-набережную посетили представители команды Югры и глава города, чтобы узнать, как продвигается обновление бульвара. Все подробности в сюжете Кирилла Волконского. 20 строителей работают в любую погоду. Сегодня их задача подготовить основание для укладки декоративной тротуарной плетки, дорожек, газонов, подключить освещение. Набережная будет двухуровневой и сдадут ее под ключ. Нет, мы готовим зелень, мы будем закупать, так же, как и на первом участке мы покупаем покрытие уже готовое, рулонное. Раскатываем его укладом, а дальше уже будет следить за ним уже ОБХБ. Это будет в сентябре происходить. Посадка деревьев, травы, вот этого всего. Работы ведут так, чтобы не повредить взрослые деревья. Самой главной точкой притяжения второй очереди Нижневартовской набережной станет селфи-мост с археопарком. Фигуры для него из бронзы, их дюжина уже изготовили, привезли, ну и укрыли от непогоды. Здесь можно увидеть оленя, вот такого огромного лося, волк, зайцы. В общем, все обитатели сибирской фауны. Основные работы по выемке грунта, забивке свай, формированию ландшафта, заливке фундамента и подпорных стен подрядчик провел зимой. Так что сегодня продолжение тематической зоны под названием «Начало готово наполовину». Строители обещают успеть в установленный срок. На сегодняшний день для начала есть материалы и как по облицовке, скажем так, плит берега укрепления по нижней части, по укладке плитки, так и по верхней части для облицовки подпорных стен и, соответственно, укладки тротуарной плитки на парапете и выполнение подготовительных работ для велодорожек и беговых дорожек. Что касается тематической зоны «Романтика», она же третий этап пешеходного бульвара. На ее строительство город получил дополнительные адресные средства в рамках соглашения правительства округа и нефтяной компании. Соглашение есть. Теперь, как только лимиты будут доведены, соответственно, будет организована закупка уже в этом году для того, чтобы можно было приступать к работе по третьему этапу. В третьем квартале проведем закупку. Торги для того, чтобы в следующем году тоже максимально в течение периода строительного завершить этот этап. Учитывая значимость проекта, он включен в программу «Карта развития Югры», работы подрядчика контролируют не только городские власти, но и депутатский корпус в рамках партийного десанта. Кирилл Волковнский, Дмитрий Жуков. Вести Югория. Нижневартовск.